В рамках президентской программы «Новое поколение» Российский университет дружбы народов посетила делегация представителей общественных и политических кругов из Китая, имеющих значимое достижение в направлениях своей деятельности и заинтересованных в сотрудничестве с Российской Федерацией. В состав делегации вошли представители Китайского народного общества дружбы с заграницей, Пекинской телекоммуникационной компании «Синькуан», Онкологической больницы Пекинского университета, Пекинской корпорации инвестиционного управления, Союзы писателей Китая и многие другие. В Российском университете дружбы народов представители делегации посетили музей университета, после чего стали участниками круглого стола – основные приоритеты и направления сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества. Данное мероприятие проводится в целях реализации решений руководства наших стран о развитии двустороннего сотрудничества в сфере молодежного обмена. На круглом столе обсуждались вопросы взаимодействия Российской Федерации и Китая в сферах образования, строительства, медицины и многим другим сферам деятельности. Это был круглый стол, который проводили Российский университет дружбы народов и ассоциация дружбы с зарубежными странами Китайской Народной Республики. Они достаточно контактные ребята. Как выяснилось, очень интересно, большая делегация, 20 человек. Это и представители образования, и представители деловых структур, и средства массовой информации. Поэтому мы имели очень большое количество тем для обсуждения. Нам действительно было интересно. Мы два с половиной часа общались. Над сюжетом работали Федор Кудрявцев, Лейла Сабанеева. Новости ТВ РУДН.